Добрый день! С вами Александр Польченко и программа «Земля моя родная». Прекрасно осенью земля, когда поля, с которых убран урожай, уже готовы к посеву озимых. Сегодня в эту землю ляжет зерно, чтобы весной порадовать крестьян хорошими всходами. Мы сейчас в селе Трудовое Симферопольского района, в хозяйстве Симферопольское Михаила Сиротюка. Мы обрабатываем арендованной земли 2200 гектаров. За моей спиной, обратите внимание, какие рельефы, как красиво все смотрится. Ну и ниже меня, это уже полуготовая почва, нам осталось ее закультивировать. Мы сделали два дискования, осталось закультивировать, ну и продолжить севу. В сельском хозяйстве многое зависит от погоды. На одном поле после дождя трактор не может начать работу. А на другом, где поле просохло, крестьяне спешат продолжить посевную. Это все крестьянские будни. Крестьян всегда мы чем-то недовольны. То мы ждали дождя, пошел дождь, мы ждем, чтобы была погода. Ну такая вот наша крестьянская доля. Погода вот только восстановилась, 8 дней не сеяли. Стараемся успеть те поля, которые подготовлены. Техники на предприятии Симферопольское в достаточном количестве. А главное, что здесь работают люди, знающие свое дело. Мы по лизингу в этом году взяли два комбайна. Вот за моей спиной вы видите комбайн. У нас есть стареньких два дона, есть по лесу. Так что у нас уже есть пять комбайнов, я думаю, хорошо. Мы еще берем кировец в лизинг. Также хочу еще раз подчеркнуть, что это с помощью министра нашего Полищука. Он вникает в эти вопросы. На таку зерна поубавилось. Полторы тысячи тонн пшеницы ячменя уже продали. Осталось только для корма животным и на посев. Здесь у нас где-то 240-250 тонн, поэтому и плюс пшеница, нам для своих нужд его хватает полностью до нового урожая. Горох мы выращивали. Горох в этом году хуже прошлого года, но тем не менее мы 300 тонн намолотили гороха. Цена на горох тоже неплохая. Предприятие Симферопольское довольны урожаем 2015 года. Зерновые здесь удались на славу. Урожай летом собрали хороший, но всегда хочется большего. Хотя 30 сантиметров с гектара ячменя и пшеницы – это неплохо. За вырученные деньги уже перекрыли навес на таку. Теперь зерно лежит в сухости и сохранности. Вот у нас сегодня лежит семяное зерно под крышей. И, конечно, мы спокойны, что оно сухое, и в любое время мы его можем взять. На таку стоит машина, чтобы взять зерно и совершить очередной рейс в поле, где полным ходом идут пассивные работы. Но сначала нужно протравить семена, чтобы уберечь их от различных заболеваний. Вы видите, это идет подготовка семян к посеву. Это мы протравливаем семена, чтобы оно нормально себя чувствовало у почвы, и чтобы нормально проросло и дало хороший урожай. Посевная – это всегда ответственный момент. И поэтому аграрии с нетерпением ждут погодных окон. Как говорят, вовремя посеешь – будешь с урожаем. Погодные условия приостановили посевную, и вот после небольшой паузы в поле снова вышла техника, работать на которой одно удовольствие. Имея такой агрегат, за день можно засеять поле в 100 гектаров. Отличная, хорошая техника. Не требует лишних усилий. Все, короче, электроника и механика. Водителем работаю уже пятый сезон в этом хозяйстве. Сейчас вот посевная. Ну а две-три ходки в день подвожу семена. Очень быстро заполняется вот этот бункер пятитонный. И через несколько минут этот трактор вместе с селкой пойдет в поле, и оно за сегодняшний день будет уже засеяно. А вот эти бункера, сколько вместимость? Пять тонн. Пять тонн, допустим, зерна. Кто в один, кто удобрение. В этом году мы же сеем 630 гектаров ячменя и 580 гектаров пшеницы. Планируем еще посеять гектар 50 кориандра. Через 10 минут селка, наполненная зерном, как большой корабль, пошла бороздить поле, закладывая зерно на урожай следующего года. Новоселье на свиноферме – это праздник не только для животноводок, но и для свинок, которые зиму будут встречать в теплом, уютном помещении. В этом году Михаил Сиротюк провел полную реконструкцию свинофермы, обновил не только фасад и окна, но и расширил места для свиномата. Сейчас в хозяйстве 500 голов, хотя уже планируют до 800 увеличить. Начался порос, и мы видим, он проходит хорошо, так что наши планы будут выполнены. Еще утеплим помещение больше, вода есть, корм есть, подстилка есть. Я думаю, что они тут перезимуют хорошо. Этим маленьким поросяткам нет еще и суток. Мамка их оберегает и кормит своим молочком. В родильном отделении «Чисто и тепло» свиноматка Машка сегодня привела 15 поросят, и это почти рекорд. Малыши очень маленькие, но с аппетитом. И Машка по-матерински о них заботится. Это 15 поросят, и вы видели, все ровненькие и достаточно с хорошим весом. Вот с таких гнезд мы отбираем дальше себе на воспроизводство. На свиноферме работает три человека. Денис выполняет функции, бригадира и ветврача, а при необходимости помогает по уходу. Всегда говорили, что обезьяна близкая к человеку. Оказывается, организм свиней самый близок к человеку. И если присмотреться, они себя довольно-таки по-матерински ведут. Еще пару лет назад предприятие «Симферопольское» славилось своей перепелиной фермой на весь Крым. Какая же ситуация на ферме сегодня? На окраине села Трудовое Симферопольского района находится частная перепелиная ферма Михаила Сиротюка. Как только два года назад ферма стала давать для Крыма диетическую продукцию, на частную собственность Михаила Антоновича стали претендовать посторонние люди. Ситуация у нас была, мы были в процессе судебном. Сегодня у нас, слава богу, все закончилось. Правда на нашей стороне. За два года судебного разбирательства чужаки уничтожили перепелов. И после возвращения фермы законному владельцу, Михаил Антонович решил поэкспериментировать с броллерами и индюками. Мы находимся в птичнике для содержания малышей, броллеров. Броллеры у нас породы коп номер 6. Насколько сложно от перепелов переходить на броллеры? Ну, когда начали заниматься перепелами, тоже было сложно. Температура тоже содержания первые сутки по 36 градусов должно быть в помещении. Потом уже мы снижаем. Неделя 28 и дальше снижаем до 20. С переходом на выращивание броллеров, кормушки и поилки пришлось переделать, а также добавить света и тепла. Греются под брудерами, как бы дополнительное им освещение и плюс температура. Потому что эти такие вот цыплята, которые любят очень хорошее освещение. Если освещение будет плохое, то у них и аппетит пропадает. Скучаете за перепелами? Очень. Мы надеемся, что Михаил Антонович нас поддержит. Тем более он уже взял перепелиное яйцо. Оно сейчас инкубируется. Так что, надеюсь, все будет хорошо и вырастим, и будем расширяться дальше и дальше. Следующая комната от корма, в которой 600 голов двухмесячных броллеров. Старщинских броллеров кормят уже кормами собственного производства. Я думаю, если у нас будут позволять и дальше производственные мощности, то мы будем продолжать заниматься параллельно и броллерами. Птичницы утром, в обед и вечером подсыпают корма. То есть они голодными никогда здесь не сидят. Содержание хорошее. Подстилочка как бы подсыпается, свеженькая солома. Воздухообмен постоянно циркулируется. Свет выключается в 11. Включается в 7 утра. То есть они отдыхают ночью у нас. Чтобы в ожидании перепелов это помещение не простаивало, Михаил Антонович решил пойти еще на один эксперимент и завез индюшат. Их с маленьких, я их люблю. А так да, они агрессивные, они могут и клюнуть, и все. Ровно два года назад здесь, в этом помещении я был, и здесь бегали маленькие перепела. А сейчас это маленькие индюшата. Есть мы делали сами кормушки, есть покупные кормушки. Тоже вот у нас централизовано паение. И вы видите людей, это Александр Лаврентьевич и Юрий, это наши кулибины, которые сделали все своими руками. Вот те клетки, которые мы видели, еще посмотрим, это все сделали они. И все оборудование, электричество сделано их руками. Михаил Антонович нам дал работу. Он нас не бросил тяжелую минуту. И я не знаю, каким образом, но он всегда нам вовремя платил и зарплату, и аванс. Главное, чтобы был руководитель Михаил Антонович, Света, и все вот наши коллектив, которые сейчас есть, вот он костяк. Главное, чтобы они были. А мы тут друг друга и поддерживаем, и помогаем. Мы рассчитываем, что все у нас будет хорошо. Завезем и перепелок скоро, махоньких тоже суточных, и будем выращивать. Это единственное пустое помещение, в котором раньше были взрослые перепела. Со дня на день на ферму завезут птенцов, и тогда возрождение перепелиной фермы Михаила Сиротюка будет не за горами. Мы сегодня заложили в Белогорском инкубаторе 9,5 тысяч штук яиц, привезли ее с Тавропольского края, и через два месяца здесь уже будет сидеть поголовье. Мы немало мяса производили, мы где-то в месяц продавали 600-700 килограмм перепелиного мяса в Крыму. В то время, когда мы работали, у нас было 15-18 человек занято на ферме. Когда мы полностью ферму обеспечим, а я уже говорил, у нас 50 тысяч посадочных мест, нам потребуется 20-25 человек. Поэтому приглашаю через два месяца женщин сюда на работу. Я уверен, что я смогу обеспечить достойную зарплату. Общество с ограниченной ответственностью Симферопольское является лидером в Симферопольском районе, потому что его возглавляет Михаил Сиротюк, опытный профессионал и прекрасный руководитель. Михаил Антонович Сиротюк прошел долгий и сложный путь в сельском хозяйстве, и поэтому хорошо знает проблемы как производства, так и своих рабочих, которых благодарит за поддержку и за доверие. Основное – это люди, и я доволен тем, что они всегда меня поддерживают, и на них можно положиться. Крестьянам самое главное – здоровье, успехов в семье, благополучия. А будут эти два фактора, значит, будет и на производстве все хорошо, и можно ставить новые задачи и решать их. Без коллектива их никто никогда не решит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова